Друзья, всех приветствую на канале. Меня зовут Дмитрий Сизов. Я официально являюсь квалифицированным инвестором и специализируюсь на компаниях биотехнологического сектора США. Для того, чтобы быть в курсе последних событий и получать актуальную аналитику по сектору, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. А еще больше полезной информации и сделки в реальном времени вы сможете найти в телеграм-канале, указанном в описании. Сегодня я хотел бы кратко разобрать компанию Госсамер Био, тикер ГОС. Данный биотех вызывает некоторый интерес в связи с серьезным снижением котировок за последние полтора года. Сегодня посмотрим, почему это снижение произошло и можно ли ожидать поход к историческим максимумам в ближайшее время. Итак, поехали. Госсамер Био – это биотехнологическая компания, работающая на клинической стадии, которая занимается открытием, разработкой и коммерциализацией терапевтических средств в области иммунологии, воспаления и онкологии. Если мы посмотрим на пайплайн компании, то обнаружим здесь молекулы для лечения следующих заболеваний – легочной артериальной гипертензии, язвенного колита, солидных опухолей и астмы. Все клинические исследования находятся лишь на первой или второй фазе, а самый продвинутый кандидат компании – это молекула под названием GB001 для взрослых пациентов с астмой средней и тяжелой степени. Первичное публичное размещение акций Госсамер состоялось 8 февраля 2019 года. В момент проведения IPO компания была оценена в 16 долларов за акцию и выросла на 12% в первый день торгов. На протяжении последующих 10 месяцев котировки находились в боковике между 16 и 23 долларами. В ноябре мы видим выход из консолидации и дальнейший декабрьский обвал до уровня 15,96 доллара за акцию с последующим снижением вплоть до 7,5 доллара в моменте. Давайте разберемся, в связи с чем произошло это падение. 16 декабря 2019 года биофармацевтическая компания Госсамер потеряла значительную часть своей капитализации после того, как их конкурент компания Novartis International отказалась от лечения астмы после негативных результатов третьей фазы клинических испытаний. Novartis отказалась от неудачного лечения астмы препаратом, известным под названием Fevipiprant. Fevipiprant и препарат Glossamer GB001 принадлежат к одному и тому же классу. Таким образом, плохие новости от фармацевтического гиганта привели к падению акции маленькой биофармы. 13 октября 2020 года компания объявляет о том, что первичная конечная точка обострения астмы не достигнута в исследовании LEDO молекулы GB001. Также в исследовании титан при хроническом риносинусите той же молекулы ни первичной, ни вторичной и конечной точки испытания не были достигнуты. После выхода данного пресс-релиза котировки упали в моменте до 8,22 доллара за акцию. На мой взгляд, здесь все абсолютно очевидно. У компании нет ничего. Плюс провальное исследование основного кандидата, плачевные результаты которого можно было предположить еще в 2019 году. Ведь навряд ли такой эксперт в медицине как Novartis отказался бы от разработок направления, в котором он видел бы перспективы. Я не готов добавлять акции Glossamer Bio в свой портфель, так не вижу дальнейшего катализатора развития компании. Друзья, вот такой получился краткий обзор, да и говорить в данном случае особо не о чем. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и как всегда всем удачи торгов!